Музыка Приказами здраво-россии 302 Н утвержден порядок прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения. В том числе и в период обучения, воспитания в образовательных организациях. Он отменяет предыдущий приказ 1348 Н, в который ни разу не вносились изменения. Какие новшества в приказе? Основное. Если ранее заместитель руководителя медорганизации организовал обобщение, проведение результатов анализа диспансерного наблюдения детского населения в целях оптимизации планирования, повышения эффективности диспансерного наблюдения и были обозначены его критерии эффективности, то теперь закреплено, что организацию диспансерного наблюдения осуществляет руководитель медицинской организации, либо уполномоченный им заместитель, который персонально обеспечивает достижение результатов диспансеризации в отношении детей по 9 параметрам. Среди них уменьшение числа обострений хронички заболеваний, сокращение числа случаев инвалидности, сокращение случаев смерти, в том числе на дому, снижение доли детей с избыточной или недостаточной массой тела и т.д. Врачи центров здоровья для детей исключены из числа медработников, осуществляющих диспансерное наблюдение. Дается отсылка на приказ Минздрава России 834Н, которым утверждена учетная форма 030У – контрольная карта диспансерного наблюдения. Приказ вступает в силу с 21 июня 2019 года. Приказ вступает в силу с 21 июня 2019 года.